ЧЕРЧИЛЛЕ ГС Не помню за сколько, что-то в районе 3000, но абсолютно не жалею о покупке данной машины, брал я ее, я бы сказал, абсолютно голой и вот в такой вид я ее разукрасил, короче говоря, ребят, машинка довольно интересная, хотя по внешнему виду, ну бревно бревном, знаете, такое топором деланное, что-то такое несуразное, но довольно интересное, вот серьезно, поверьте на слово. Да, безусловно, сейчас, конечно, ЧЕРЧИЛЬ играется немножко похуже, потому что появилось очень много новых машин, для которых ЧЕРЧИЛЬ уже не угроза, но в свое время его брони лобовой было больше, чем достаточно, вот поверьте, против, допустим, пятерок он играется вообще просто шикарно. Против шестерок, да, безусловно, находятся тоже ребята, которые его разносят, но тоже с трудом, и далеко не все. Ну, понятное дело, что против семерок данная машинка играется уже совсем по-другому. Что касается орудия, которым обладает данная машина, я никогда не обращаю внимания на вот эту вот цифру 8 на шестерке, да хоть 10, все равно, характеристики явно не от восьмерки, но, ребят, смотрите, для шестого уровня ПТ-шку наделили 250 единиц альфы, хорошим углом склонения минус 10, а это очень приятно, поверьте. Подкалиберные у нее с пробитием 246, ребят, напомню, шестой уровень, 214 на шестом уровне пробития базовым снарядом тоже приятно. Время перезарядки меньше 6 секунд, пускай не намного, но все-таки, ребят, меньше 6 секунд. Урон в минуту довольно неплохой, для шестого уровня 2 550 единиц ДПМ, а это классно, реально классно. Время сведения просто шикандосное, еще и разброс меньше 0,3. Короче говоря, ребят, такое впечатление, что сам Бози поцеловал Черчилля исключительно в его пушку, но абсолютно забыл поцеловать его куда-нибудь в его дизайн, потому что, честно говоря, машинка очень стремно выглядит, ну прям совсем-совсем такое, не знаю, что-то зачмошенное. Вообще, что самое парадоксальное, что недооцененные машинки, которые есть в игре, были потом разработчиками частично перерисованы, и, допустим, из Черчилля сделали дредноута проходного, да, в смысле проходного, господи, коллекционного, которого можно было получить в ивенте в соответствующем ежемесячном. Короче говоря, ребят, дредноут отличается от Черчилля пушечкой, уроном, чуть-чуть хпшки в дредноуте побольше, но в целом эти машинки, я бы сказал, практически одинаковые. Но да, ребят, напомню еще раз, дредноут действительно чуть-чуть лучше, чем Черчилль. Разница только между ними заключается в том, что Черчилля периодически выставляют на продажу, а дредноута нет. И я не думаю, что дредноута и подобные машины ежемесячных ивентов будут когда-либо выставлены на продажу. Это проходные машины, я имею в виду, что один ивент прошел, и они прошли тоже. Навряд ли их когда-нибудь выставят на продажу Чистоганом. Возможно, когда-нибудь на какой-нибудь аукцион кто-нибудь из них и выпадет. Но я, честно говоря, в этом сомневаюсь очень сильно. Короче говоря, ребят, вот так вот выглядит Черчилль. Его абсолютным позитивным является то, насколько хорошо он разворачивается в бою, поскольку для ПТшки, у которой нет поворачивающейся руки, это очень важный показатель. Ладно, меньше слов, больше дела. Давайте запрыгнем непосредственно сейчас в замес и посмотрим, что Черчилль может на сегодняшний день. Раньше, как я уже сказал, Черчилль игрался гораздо лучше. Я на Черчилле делал вполне, там, абсолютно без напрягов, по 3-4 фрага за бой. Скорости перезарядки было достаточно. Кого-то я разбирал практически с нуля своим КД и Альфой. Кого-то я добирал. Вопросов нет. Не могу сказать, что прям все, там, 4-5 фрагов я делал исключительно с нуля, да, то есть полностью заряженных ХПшкой противников я самостоятельно, что называется, одним стволом выносил. Нет, ребят, такого не было, но я имею в виду, что машинка позволяла делать по несколько фрагов вполне спокойно и очень даже комфортно. Итак, смотрите, что касается подвижности. Помните, я говорил, как он разворачивается? Он разворачивается на месте просто божественно. И он обладает, ну, я бы сказал, пускай не сильно божественной, но все-таки приближенной к ней, ангельской, да, поворотливостью. Вот, заходить куда-то в поворот, следить за кем-то, кто пытается от вас убежать. Ну, я бы сказал, очень удобно. То есть разработчики не сделали машину унылой из-за того, что у нее нет поворачивающейся рубки. Как правило, на машинах с неповорачивающейся рубкой очень сложно отслеживать противника, который пытается куда-то от вас отъехать. Ну и, соответственно, вы пытаетесь его как-то своим прицелом догонять, постоянно доворачивая корпус. На данной машине отыгрывать очень приятно в этом отношении. Что касается точности и времени сведения. Как вы видите, на средних расстояниях машина довольно классно сводится. Ну, орудие машины довольно классно сводится, довольно прикольно точно стреляет. Ну, а ХП-шка тоже, согласитесь, довольно неплохая, как для шестого уровня. Короче говоря, ребят, если нормально приблотыкаться к данному аппарату, то данная ПТ-шка может довольно-таки не кисло нагибать в бою. Ну, вот серьезно вам говорю, абсолютно без шуток. Вот сейчас чуть-чуть, конечно, не хватило мне добрать товарища. Добрали за меня, но, в принципе, мне не хватало буквально какой-то там мелочной доли секунды для того, чтобы это сделал я, а не мои союзники. И заметьте, я вполне спокойно, несмотря на то, что я вот такая вот вроде бы по внешнему виду должна была быть неповоротливая абсолютно ПТ, у меня очень даже-таки комфортно получается ехать вместе со своими союзниками в любую сторону, куда бы они сейчас не определились. Самостоятельно рысачить на данной машинке, я бы сказал, сложновато. То есть, безусловно, против нескольких противников вы сами не вытащите однозначно. Но, ребят, вы однозначно на данной машинке сможете вытаскивать против одного, даже ЛТ-шки, СТ-шки. Закрутить вас крайне-крайне сложно, если вы где-нибудь на открытой местности, но если будут крутить именно по кругу, да, пытаться, то, поверьте, у них это не получится однозначно. Мне Черчилль, несмотря на весь его вот этот вот унылый какой-то и уж, простите, жлобский внешний вид, он мне нравится, ну, прям очень-очень. Кто-то сейчас начнет бросаться в комментариях фекалиями на тему того, что ты зацениваешь машины, песка и зачем ты это делаешь. Ребят, дело в том, что, по моему скромному мнению, в песке можно получить, ну, прям ненамного меньше удовольствия от боев, чем где-нибудь на восьмом левеле или даже на десятом. Поэтому, ребятки, я и зацениваю песок, потому что в песке есть тоже люди, потому что есть люди, которые любят играть в песке. И потому что кто-то считает, что фан дороже, чем средний настрел, дороже, чем единицы, там, нанесенного урона, умноженное еще параллельно на количество побед и так далее. Короче говоря, не обязательно гнаться за статистикой для того, чтобы получать удовольствие. Я вот сейчас сыграл каточку на Черчилль и мне прям, ну, очень-очень понравилось. Я ничего выдающегося за бой не сделал, но я сыграл как-то, вот знаете, налегке и реально приятно. И вот это время перезарядки обалденное, классное, и время сведения, и точность орудия, и поворотливость его. То есть я смог в сорок раз за бой развернуться, куда захотел и поехал, и мне несложно менять направление. Тысяча двести единиц нанесенного урона, парочка сделанных фрагов, и по серебрухе, блин, не успел нажать. И по серебрухе, с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, тридцать две с половиной тысячи. Довольно-таки неплохо, согласитесь, для шестого уровня, особо не напрягаясь. И девятнадцать тысяч без учета према. Я не могу сказать, что это, безусловно, там суперфармищая машина, но согласитесь, для шестого уровня, для того, чтобы не сидеть в минусе, а получать немножко в плюс и получать удовольствие от игры, Черчилль с этой задачей в основном справляется. Не могу сказать, что во всех боях, но справляется. Третье место в команде по урону, ну, с таким плюс-минус отрывом, довольно нормальным. Им ушли двое товарищей на СУ-100У и на Зину, или как там, Джуну, короче говоря, на вот этом вот товарище китайском. В общем, ребят, машинка играется, я бы сказал, абсолютно налегке. Давайте забросимся еще в одну катку, потому что катка катки рознь. Не исключено, что сейчас в этой катке я сдуюсь, солью полностью. Но, ребят, вы это увидите. И именно этим я пытаюсь подкупить своих зрителей. Я пытаюсь подкупить вас, мои дорогие зрители, тем, что я показываю машины реально такими, которыми они есть на самом деле. Я не показываю вам супер имбовые тачки во всем, что только есть в магазине или в проходных ветках. Я реально говорю о машинах, как они играются средними руками. И вот поверьте мне, посмотрев мои видео, вы ни в коем случае от меня не услышите по поводу того, что ту или иную машину необходимо брать, ну вот прям 100% каждому из вас, потому что это машина имбовая. Я просто играю, так как я играю, я средний игрок. Вы смотрите на то, как у меня это получается, и с этого можете для себя делать вывод, подойдет ли эта машина вам. А делаю это лишь для того, чтобы вы, не дай бог, не потратили свои силы, а уж тем более свою кровную голду на то, чтобы купить что-то, что вам не зайдет, не понравится, и вы потом будете расстраиваться, что вы потратили свои, там, ну, real money, да, или золотой запас на покупку какого-нибудь исключительного шлака. Поэтому, ребятки, кому интересны вот такие честные обзоры на технику средними руками, без приукрашения, меня никто не покупает, Wargaming, скорее всего, даже не знает о моем существовании, а значит, я им морально абсолютно ничего не должен, и не собираюсь рекламировать ни одного товара из магазина, который там будет продаваться. Так вот, ребят, если вы за честные обзоры, если вы хотите видеть машины средними руками, и для себя принимать решение, какая машина в ваших руках будет играться хорошо, а какая нет, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои обзоры, смотрите обзоры на технику в магазине, смотрите обзоры на товары в магазине, смотрите на честные шансы выпадения чего-либо на неподкрученных аккаунтах, потому что мне, честно говоря, ну, то, что я говорил, что не исключено, что меня просто не вынесут в этом бою, и до свидания. Короче говоря, ребят, кому нравятся такие честные обзоры, кто не хочет слушать по поводу того, что из практически каждого контейнера, который продается за голду, вы можете себе выбить обязательно классный, хороший премтанчик, подписывайтесь на мой канал, и смотрите абсолютно честные видео, абсолютно честные обзоры. Ребятки, смотрите, в данном бою, я думаю, что нет смысла досматривать его, по одной простой причине, потому что меня вынесли еще до того, как я смог сделать хоть что-нибудь существенное для победы. Будет ли здесь победа или не будет, меня, честно говоря, абсолютно не беспокоит, потому что за статистикой я, как говорю, не слежу, я ни в коем случае никому не рассказываю, что статистика это самое главное, что может быть в игре. Самое главное, что может быть в игре, это удовольствие, которое вы от этой игры получаете. Если вы получаете это удовольствие, то уже по барабану, сколько у вас получилось или не получилось по каким-то объективным или субъективным причинам нанести урона в бою, но, короче говоря, насколько вы прям совсем результативны были в этом бою, я ни в коем случае не подстрекаю вас ничего не делать в боях, в боях надо делать все возможное для победы и никогда не сдаваться, но даже если у вас это не получилось, поверьте, это не признак того, что вы рак, это признак того, что вы просто не умеете выпрыгивать из трусов из-за того, что вы проиграли. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал и поверьте мне, Churchill G.S. действительно умеет периодически доставлять бешеное удовольствие от игры. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.